Я приветствую всех жителей Самары Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Говорим по сегодня про совместное завещание. Для супругов является новым институтом российского наследственного права, который действует с 1 июня 2019 года. Совместное завещание позволяет супругам по обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам. Вот разбираемся сегодня в тонкостях совместного завещания с нотариусом города Самара Ирина Николаевна Богатырева. Приветствую вас, Ирина Николаевна. Добрый вечер. Ну что же, прежде чем мы коснемся основной заявленной темы, я хочу спросить, как определить нотариуса для вступления в наследство в Самаре, но проанонсирую, что мы работаем, разумеется, в прямом эфире 202-11-22, телефоны в студии работают. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться со своим вопросом по завещанию, по наследству. Ну, в общем, все традиционно, все знакомо, поэтому дозванивайтесь. Ну, Ирина Николаевна Богатырева непременно ответит на все ваши вопросы, ну и с определения нотариуса в наследство в Самаре. Обратиться можно к любому, Ирина Николаевна? Да, с 2015 года действует такой режим, что обратиться к нотариусу в городе Самаре можно к любому по открытию наследства. Только обращаю внимание, если наследодатель проживал в городе Самаре, проживал и был зарегистрирован в городе Самаре, то, естественно, обратиться можно к любому нотариусу города Самара за открытием наследства. Если гражданин был зарегистрирован в области, в каком-то районе, то, соответственно, наследственное дело оформляется там, где был зарегистрирован гражданин. То есть, если, допустим, место регистрации был город Кенель, соответственно, обращаться необходимо к нотариусам города Кенеля, а не в городе Самаре. Если был зарегистрирован в городе Самаре, то к любому нотариусу города Самара. Ирина Николаевна, ну вот по всей нашей Самарской области, даже в небольших районах работают нотариусы, или все-таки в городе, или в центре, вот каким образом? Нет, ну нотариусы у нас по всем районам распределены. Достаточно много нотариусов в Кирском районе, и в Советском, и в промышленном. То есть найти нотариуса очень легко. То есть нет такого, чтобы нотариусы, допустим, все находились только в центре города Самара и не было в других районах. То есть есть нотариусы Красногринского района, поэтому все доступно. Адреса можно найти на сайте Нотариальной палаты. Да, кстати, адреса можно найти на сайте Нотариальной палаты, как совершенно справедливо заметила Ирина Николаевна, и также и телефоны. Возьмите себе на заметку Нотариальная палата Самарской области. Сайт очень информативный, и можно по всем вопросам обратиться еще и туда. Ирина Николаевна, скажите, а есть ли распределение нотариуса по наследственным делам? Ну вот, грубо говоря, наследственное дело ведет нотариус такой-то, завещание такой-то, доверенность такой-то, или вот общий набор всех нотариальных действий ведет каждый нотариус? Может совершать любые нотариальные действия. Такого распределения, чтобы под действием, такого нет. То есть нотариус имеет возможность завести как наследственное дело, так и оформить какой-либо договор, так и доверенность. То есть такого распределения не существует ни по закону, скажем так, ни по договоренности, такого нет. Единственное, значит, обращая внимание только на что, если наследственное дело было заведено, допустим, ранее нотариусом, то, соответственно, обращаются по оформлению другим наследникам к тому нотариусу, где это дело заведено. Допустим, было заведено дело 3 года назад или 5 лет назад. Соответственно, оно хранится в архиве нотариуса, там, где его завели. То, соответственно, в дальнейшем другим наследникам необходимо обращаться там, где это дело есть. То есть невозможно завести два дела или три дела в отношении одного наследодателя. То есть дело заводится одно одним нотариусом. Причем независимо, допустим, где оформлено было завещание. Завещание могло быть оформлено и в другом городе, у другого нотариуса. Нотариус мог уйти на пенсию, его нет. Соответственно, обращаются для оформления наследства с этим завещанием, опять же, к любому нотариусу города Самары. А каким образом узнать, заводилось ли вообще наследственное дело, и узнать, к какому нотариусу обращались ранее? Во-первых, это можно сделать самостоятельно. На сайте Федеральной Нотариальной Палаты есть реестр наследственных дел. То есть информация эта открытая. То есть можно обратиться на этот сайт, набрать фамилию и имя отчества, и там будет написано номер наследственного дела и фамилия нотариуса, у кого это дело хранится. Причем это информация по всей России, не только по Самаре. Если обращаются в Нотариальную контору с вопросом о заведении наследственного дела, то, соответственно, нотариус запрашивает сам эту инфункционную систему и видит, заводилось ли дело или не заводилось. При заведении дела каждый нотариус, не только Самара, но и Российская Федерация, после заведения дела до конца рабочего дня обязан подать сведения о заведенном деле в единый реестр. Поэтому информация появляется очень быстро. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Телефоны в студии. Уважаемые телезрители, звоните к нам в программу, задавайте вопросы по завещанию, по наследству. Возможно, у вас есть вопросы по брачному договору или все те вопросы. Если бы вы пришли на консультацию нотариуса и хотели задать, у вас есть уникальная возможность дозвониться к нам в прямой эфир и задать вопрос свой сегодня, как говорится, сейчас. Ирина Николаевна, мы заявили тему совместное завещание супругов. Вообще, расскажите, пожалуйста, что это за документ и в чем его отличие от, скажем, обычного завещания, когда человек приходит к вам и хочет его составить? Ну, мы уже много рассказывали про завещание. Всегда говорим, что завещание составляется лично гражданином. С того года, как вы заметили, появился, скажем так, новый у нас вид завещания, совместное завещание. Чем оно отличается? Если мы говорим об обычном завещании, оно составляется лично гражданином, одним гражданином, то совместное завещание – это завещание супругов, обращая внимание. То есть не любых граждан, а именно завещание супругов. То есть лица, стоящие в законном зарегистрированном браке, имеют возможность составить совместное завещание. Вот этим оно и отличается. То есть здесь присутствуют у нас сразу два наследодателя, два завещателя. Чем, скажем так, наверное, хорош, чем отличается данное завещание? Во-первых, в данном завещании супруги, как вы правильно уже заметили в начале передачи, могут определить, какое имущество входит в состав наследства каждого из супругов. Допустим, в период брака было имущество приобретено, например, несколько квартир или еще что-то. В этом завещании можно определить, что в случае открытия наследства в состав наследства супруга входит такое-то имущество указать, в состав наследства супруга входит другое имущество. Соответственно, при открытии наследства, когда это заводится, наследственное дело, то будет оформляться уже то имущество, которое указано было в завещании. То есть в данной ситуации не будет выделяться право собственности супруга. То есть если вы помните, мы раньше тоже говорили, объясняли, когда имущество приобретается в период брака, это совместная собственность. И даже не важно, на кого оно оформлено. Не важно, на кого оно оформлено. И при открытии наследства, даже если есть завещание, сначала выделяется доля супруга, одна вторая, а уже вторая половина входит в состав наследства. В данной ситуации мы уходим от этого, то есть в совместном завещании прописываем сразу, какое имущество кому принадлежит. Но опять же, только на случай открытия наследства. Поэтому вот это, скажем так, очень такая хорошая деталь, потому что можно сразу в завещании совместном это определить. Здесь все остальное, скажем так, подходит, как и обычное завещание. То есть также можно определить круг наследников, доли наследников, то есть как и при обычном завещании. Вот данное завещание действует до тех пор, пока брак зарегистрирован. То есть оно прекращает свое действие, если брак расторгается или прекращается, то, соответственно, завещание прекращает свое действие. Поэтому в данной ситуации про такие завещания мы рассказываем, скажем так, к супругам, которые обращаются, взвешивают граждане, решают сами для себя. Но есть, скажем так, наверное, такой маленький нюанс, который добавляет ложку дегтя в принятии этого закона. То есть в соответствии с законом, если завещание совместное пишется двумя супругами, то есть они пришли вместе и говорили, что отменить его может любой из супругов, как в период брака, так и после, скажем так, открытия наследства. То есть написав последующее завещание, либо просто испоряжение об отмене завещания. Вот это большой минус, поэтому, скажем так, не все охотно соглашаются на совершение такого завещания. А уведомить друг друга можно? То есть оно построено, вот именно, скажем так, на доверии, полнейшем доверии. Да, в случае составления последующего завещания, который отменяет совместное завещание, либо в случае отмены завещания совместного, нотариус обязан известить второго супруга о том, что данное завещание отменено. То есть такое действительно в законе присутствует. Вот, и поэтому сейчас при составлении даже самых обычных завещаний, кто составлял завещание, помнит, читали, то в завещании указано, то есть мы всех предупреждаем о том, что составлялось ли совместное завещание, либо составлялся ли наследственный договор. И об этом идет отметка в завещании, которую мы делаем обязательно. Спасибо. Продолжим, Марина Николаевна. Ответим на вопрос телезрителей. Здравствуйте, мы вас приветствуем и слушаем очень внимательно. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сделала завещание на внука. Звать его Артема. Артема. Так. Вот, и когда мы сделали завещание, я пришла домой, посмотрела, у него в ноге нету точек. И как бы Артем, что ли, ну такой, я не знаю. И вот действительно это завещание будет или нет? Спасибо вам большое. Ну, данное завещание будет действительно, так как помимо имени вы указали еще дату его рождения для того, чтобы потом его как бы установить, что это ваш внук. Потом по поводу буквы Е и Ё уже было дано масса всяких разъяснений. И есть постановление Верховного суда по этому поводу, о том, как с буквой Ё как бы работает. Вот. Но вопрос, конечно, может возникнуть даже в том случае, если, скажем так, поднять все документы, которые объясняют, как работать с этой буквой. Вот, ну, можно провести толкование завещания. Вот. Ну, а того, что вы указали Ё, а не Ё, то как бы завещание не стало ваше недействительным. Но если возможность будет, то лучше, конечно, его исправить. Прийти и изменить. Ирина Николаевна, ну когда вот в данном случае, даже если мы возьмем вот этот пример, когда приходит человек, составляет завещание, он не приносит документы того, на кого он его оформляет? Дело в том, что нет, законом это не предусмотрено. То есть приходит гражданин для составления завещания, устанавливается его личность, его дееспособность, проверяется его паспорт. Проверять, скажем так, паспорт того, кому делают завещание, нотариус, в данном случае, не уполномочен. То есть в данной ситуации гражданин, который делает завещание, он приносит фамилию, имя, отчество, дату рождения. Но мы обычно объясняем, что если возможность есть, принесите лучше копию документов для того, чтобы правильно написать. Чтобы не было вот таких постанов. Да, но, к сожалению, не все это приносят, поэтому такие ситуации бывают. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Алло, говорите, мы вас слушаем. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Девочки, у меня вот такой вопрос. Мы с сыном оформили собственность, квартиру в равных долях. Вот, сейчас, в данный момент, и он чувствует себя очень плохо, и я тоже чувствую себя очень плохо. Вот, мне одна знакомая женщина предложила оформить, ой, как это называется-то? Наверное, договор ренты. Да, да, да. Договор ренты. Вот. А как быть-то? Я вот не знаю. Допустим, на мою долю это будет договор ренты. А что делать с его долей, с долей сына? Спасибо вам большое. Пожелаем вам, конечно, в первую очередь здоровья. Ну, а нотариус города Самара, Ирина Николаевна, ответит на ваш вопрос. Вы сначала должны определиться, наверное, с вашим сыном поговорить. Хотите ли вы вдвоем передать вашу квартиру в ренту, либо вы хотите только свою половинку отдать для заключения договора ренты. Договор ренты, мы уже тоже про это говорили неоднократно. Есть различные разновидности. Есть договор пожизненной ренты, про постоянную говорить, как бы не буду, она не касается недвижимости. То есть договор пожизненной ренты. Договор ренты называется пожизненное содержание с суждивением. То есть второй, скажем так, вид. Если вы будете заключать одна договора на вашу только одну вторую долю, то вы будете заключать договор именно пожизненной ренты, в соответствии с которым вы передадите вашу долю тому человеку, с кем вы заключаете договор, а он, соответственно, вам должен предложить какие-то услуги и выплачивать вам ежемесячно ренту в размере одного прожиточного минимума, который установлен на территории Российской Самарской области. Если вы будете заключать такой договор вместе с сыном, вы поговорите с ним, то, соответственно, вдвоем продаете квартиру, может заключить договор либо пожизненной ренты, либо пожизненное содержание с суждивением. То же так же в данной квартире будет в собственности того, кому вы ее передадите, но за вами сохраняется право пожизненного проживания в данной квартире, и вас должны также обеспечивать рентой, то есть рентными платежами, ну и там подговоренности какие-то услуги вам еще оказывать. Если договор заключается пожизненное содержание с суждивением, то здесь уже рента выплачивают в размере двух прожиточных минимумов, то есть сумма немножко другая. Вот, если с кем-то с этим что-то случается, то договор работает дальше, пока жив второй у нас получательный варианты. Поэтому здесь необходимо хорошо подумать, все взвесить по поводу данного договора. Данный договор, если заключается, то расторгнуть своего может только по обоюдному согласию, либо там в случае нарушения выплаты прожиточных минимумов, там зависит от того, какие условия, какой договор был заключен. Но это еще нужно и доказать, то, что не должен уход оказываться. Поэтому нужно все продумать. Прежде всего такой договор решаться. Так как все-таки пройдет год-два, существует элементарно какая-то несовместимость психологической граждан. Кому-то нравится, люди годами, скажем так, проживают, ухаживают, и все хорошо. Случаи расторжения договоров тоже таких мы имеем достаточно. То есть проходит какое-то время, и люди понимают, что они недовольны друг другом, приходят и расторгают данные договоры. И, соответственно, вся помощь, которая была оказана, она в данной ситуации не возвращается. Поэтому договор такой заключать можно. В принципе, он неплохой, но отличается от дарения тем, что сохраняется право проживания ваше, и вы не окажетесь на улице, и должны вам оказывать еще помощь, в отличие от договора дарения. Но, тем не менее, надо взвешивать, при чем такой договор заключать. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Мы продолжаем общаться с нашими уважаемыми телезрителями. Мы слушаем звонок следующий. Здравствуйте, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. У нас был оформлен договор дарения мамой еще в 94-м году в городе Кенеле на брата и на меня. Я дочь ее и сын был. Сын свою долю оформил, там полдома, деревни. А я вот хочу сейчас. Меня в Кенеле надо обращаться или в Самаре могу к нотариусу обратиться? Спасибо. Если договор дарения уже у вас был совершен, вам надо не к нотариусу обращаться уже, а в МФЦ за регистрацию вашего права на вашу долю и все. То есть, если договор дарения есть, он был удостоверен нотариально, то в данной ситуации к нотариусу вам приходить нет смысла, потому что договор уже у вас на руках. Вам необходимо только зарегистрировать ваше право через МФЦ и все. Спасибо, Ирина Николаевна. Ну вот здесь, наверное, стоит оговориться. Нет, договор дарения составляется только у нотариуса. Это официальный документ, подписанный, не просто бумага, где я дарю свой дом дочери и сыну. Договор дарения, если мы говорим, по тот год, что говорила женщина, год 1994, он мог бы быть только в нотариальной форме совершен. Это однозначно. Не на бумаге. В настоящее время договор дарения может быть как в нотариальной форме, так и в простой писанной. Зависит от того, кто дарит, какое имущество дарит. Так вы ответили, к какому нотариусу обращаться? Кеннеля? Так я обращаю. Если договор уже был удостоверен, в городе Кеннеле, он был, естественно, нотариально удостоверен. А только идти необходимо для регистрации в МФЦ и все. Спасибо. Нотариус здесь уже не нужен, договор уже состоялся. Да. Спасибо. Продолжаем принимать ваши вопросы. Уважаемый телезритель, 202-11-22, вы также видите телефоны на экранах. Дозванивайтесь, время еще есть. Ирина Николаевна Богатырева отвечает сегодня на ваши вопросы. Ну, а мы продолжаем, пока ждем вопросов от телезрителей про совместное завещание. Ирина Николаевна, вот скажите, а существуют ли тайны совместного завещания супругов? Если говорить о тайне, существует тайна нотариального действия любого, не только завещания. Это у нас с вами статья 5-я основ, которая называется «Основа гарантии нотариальной деятельности». И статья 16-я обязанности нотариуса. То есть любое нотариальное действие, которое нотариус совершает, оно, скажем так, хранится и тайно соблюдается, соответственно. А по поводу завещания, скажем, есть отдельное положение в статье 5-й основ, где написано, что сведения о завещании, то есть о любом завещании, какое бы это ни было, совместное или обычное завещание, они представляются только в случае открытия наследства. То есть до тех пор, пока жив человек, никаких сведений о составлении им завещания никто никогда не узнает. Только при предъявлении свидетельства о смерти можно уже узнать, было ли завещание. При открытии наследственного дела нотариус в настоящее время обязательно подается запрос также в реестр завещания, но только при наличии свидетельства о смерти. То есть нет свидетельства о смерти, информация получена быть не может. Ирина Николаевна, но если составлено совместное завещание супругов, ну вот и ушли они оба из жизни, со свидетельства о смерти приходят дети к нотариусу, чтобы узнать, да? Конечно, да. И детям вы раскрываете уже завещание? Естественно. То есть при наличии свидетельства о смерти, естественно, раскрывается уже, но и при открытии наследственного дела. То есть, допустим, если нотариус скрывает наследственное дело, как я уже говорила, то обращается к этому реестру, получает запрос, тогда он получает информацию о наличии завещания, и может тогда уже ознакомиться с ним в наследниках. При открытии наследственного дела. Да. А если, допустим, завещание составлено не в пользу детей, вы все равно раскрываете? В данной ситуации, конечно, если дело открыто, то нотариус, который дело открыл и завел наследственное дело, он, естественно, ставит в известность наследников о том, что завещание составлено не в их пользу. Спасибо. У нас есть звонок, мы слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вот такой вопрос. Например, вот умирает моя мама, дай бог им, конечно, здоровья, пусть она все живет, но... Дело в том, что вот... Как бы этот вопрос так поставить правильно. Вот знаете, она сделала это завещание мне, например, а могу ли я, например, не, ну, знаешь, если 7 месяцев, сделала, например, на дочь свою, младшую. Спасибо большое. Поняла вас. Значит, если завещание сделано в вашу пользу и что-то случается с наследодателем, то есть с завещателем, другими словами, то открывается наследственное дело. Соответственно, наследник становится собственником в соответствии с законом этого имущества со дня принятия наследства. Поэтому в данной ситуации оставлять завещание можно в любое время, не дожидаясь 6-месячного срока, по окончании которого там выдается свидетельство о праве наследства. То есть случился факт, открылось наследственное дело, вы решили принять наследство, вы подаете заявление, заводите наследственное дело, пожалуйста, пишите завещание на это имущество. А не проще ли было сразу оформить завещание на внучку? Ну, это надо у бабушки спрашивать. Ситуация бывает разная. Поэтому я что хотела добавить по поводу совместного завещания еще. Мы всегда говорим про статью 1049, это право на обязательную долю в наследстве. То есть независимо от того, какое завещание, данное, скажем так, положение, оно все равно работает. И право на обязательную долю, оно существует и при совместном завещании. То есть, допустим, если супруги решили, составили совместное завещание, вот как вы говорите, сразу, допустим, в пользу внуков и обошли своих детей. Но у нас есть дети, которые либо являются инвалидами, либо достигшие женщины 55 лет, мужчины 60 лет, обращая внимание на возраст, это не зависит от пенсионного возраста, то они имеют право на обязательную долю. Если они захотят, то независимо от того, какое это завещание, то обязательная доля будет также выделяться. Спасибо, Елена Николаевна, за пояснение. Мы принимаем звонок к очередной. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот квартира в долевой собственности. Я хотела бы составить завещание, но проживает еще папа. Я хотела бы составить завещание в пользу третьего лица. Ну, чтобы как бы его не обидеть, если я умираю, чтобы его не выгнали с квартиры, чтобы ему вот осталось. Можно ли как-то вот двойной составить? Сначала ему, потом третьему лицу. Спасибо. Но здесь есть разные варианты. Да, вопрос понятен. Значит, да, вопрос понятен. Ну, первый вариант, да, вы можете составить завещание на вашего папу, но за папу, за вашего вы решать не можете. Дальше решает он уже сам. Поэтому здесь какое-то двойное завещание не подходит. Есть такое понятие, как подназначение наследников, но, опять же, оно тоже вам не подходит. Есть немножко другое. Есть такое понятие, как завещательный отказ. То есть вы можете составить завещание в пользу третьего лица и в этом завещании применить завещательный отказ. То есть о чем это говорит? О том, что вы завещаете третьему лицу и возлагается на него обязанность предоставить вашему отцу проживание, пожизненное проживание, бесплатное в данной квартире до конца его дней. То есть это называется завещательный отказ. То есть завещание будет звучать таким образом, что я завещаю, допустим, квартиру, долю свою, такому-то, такому-то, но возлагаю на него предоставить право пожизненное проживание безвозмездного моему отцу до конца его дней. И в данной ситуации это называется завещательный отказ. При открытии наследства ваш папа должен подать также будет заявление о том, что он принимает этот завещательный отказ. И, соответственно, он не будет собственником вашей доли, но право его проживания останется до конца его дней. И в настоящее время по заявлению он может обременение наложить, так как будет у него это право за ним. Ирина Николаевна, в данном случае вы телезрительнице, нужно прийти к нотариусу с папой? Нет, присутствие папы здесь не нужно. Нужно только прийти и сказать, что она хочет, что это завещательный отказ в пользу папы. Естественно, знать фамилию и имя отчества третьего лица и дату его рождения. Ну и назвать фамилию и имя отчества отца и дату его рождения. Спасибо большое. Я думаю, что ответ понятен. И вот с этой формулировкой вам стоит обратиться к нотариусу. И мы принимаем звонок следующий. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу спросить следующее. Сын умирает в 49 лет. Отцу 90 остаётся. 90 лет. Он нетрудоспособный, больной, ноги не работает и так далее. Завещания не было на него. Было всё на невесту. Есть ли льготы для старика, какие не будет или нет? Льготы для старика для оформления завещания? Я думаю, в данной ситуации нет. Имеется в виду, что я так поняла, что завещано было всё невестке. Но так как его отец достиг 90 лет, вернее, даже ему больше 60, соответственно, о чём я говорила, то есть у него есть право на обязательную долю. То есть независимо от того, на кого составлено завещание, его отец имеет право на обязательную долю. Необходимо заявить о себе нотариусу, только там необходимо сделать до 6-месячного срока. А если срок истёк? Ну, тогда только в судебном порядке, к сожалению. Спасибо. У нас время ещё есть, и мы примем ваши вопросы, уважаемые телезрители. Дозванивайтесь. 202-11-22. Ирина Николаевна, я вопрос вам задаю телезрители. Сколько времени с даты смерти владельца имущества можно не вступать в наследство? И как нужно платить налог на землю с момента смерти или с момента вступления в наследство? Если мы говорим про принятие наследства, у нас, опять же, есть два положения. Есть принятие фактическое, есть принятие, скажем так, путём подачи заявления. То есть, если наследник проживает вместе с наследодателем в том объекте, который подлежит наследнию, допустим, там в доме или в квартире, то, естественно, проживает и зарегистрированы они вместе. То есть, в силу, скажем так, законов по восстановлению плена Верховного суда, здесь считается, что наследство фактически приняло. В такой ситуации можно подать заявление, как бы в любое время, не считая 6-месячного срока. Если же наследники проживают и зарегистрированы отдельно от наследодателя, то срок строго 6 месяцев. Если этот срок пропущен, соответственно, обращаются только в судебном порядке, если не будет доказано фактическое принятие наследства. По поводу платы налогов, ну, если мы с вами обращаемся к гражданскому кодексу, где написано о том, что наследник считается собственником имущества с момента принятия наследства, соответственно, налог должен платить с момента принятия наследства. Ирина Николаевна, а родство вот здесь учитывается? Ну, а если не связан кровными узами человек, который проживает, а просто прописан там и живет там? В данной ситуации давайте говорим о том, что наследование по закону только родственники, правильно? Там разные у нас есть очереди. Первая, вторая и далее. Если проживает наследник по завещанию, вместе зарегистрированный проживает, то наследование по завещанию. Если это совсем посторонний человек и нет у нас завещания, то он вообще не является наследником. Единственное, у нас там есть еще такое положение, у нас есть еще и ждевенцы, про которых мы иногда забываем, которые могут наследовать наравне с той очередью на законах, которые призываются к наследованию, либо иметь право на обязательную долю только. Такое тоже может быть. Но это иждефакт, иждевение доказывает в судебном порядке только. Спасибо. Вот Наталья задает вопрос. Знакомая бабушка хочет оформить договор дарения квартиры на мою маму, но у бабушки есть дочь, которой она не хочет ничего оставлять. Может ли дочь оспорить договор дарения после смерти бабушки? Если говорить теоретически, да, можно составить договор дарения, кому хочешь. Закон не ограничивает, если нет обязанности дарить только родственникам. Если есть такое большое желание подарить и бояться, что в дальнейшем договор может быть оспорен, можно пройти свидетельствование, взять справку о том, что человек не нуждается в признании его недееспособным, и заключить такой договор. Но есть маленькое вино. И взять эту справку сразу? Ну, обращаться нужно в психдиспансер, естественно, брать заключение врачей. То есть не справку, что они стоят на учете, а брать заключение врачей, чтобы там проходят обследование. Ну, конечно, абоненту для этого доложиться не нужно. Просто обратиться на прием. Там создается комиссия, и они выносят, скажем, такое решение. Так оно действительно какое-то определенное количество времени? Ну, естественно, это дело необходимо либо накануне, либо в день заключения. Конечно, да, да, да. Не за месяц, не за год, не за полгода. Вот. Но если говорить дальше о договоре дарения между посторонними людьми, то необходимо подумать о том, какой будет налог. Налог с даром для посторонних граждан 13%, поэтому стоит ли делать договор дарения постороннему лицу и принимать в дар от постороннего лица такой дорогой подарок. А какой же выход с ситуацией? Договор ренты, пожалуйста. Можно заключить договор, договориться каких-либо... Если договор, допустим, заключается, можно же обговорить условия, допустим, уход. Но ниже прожиточного минимума все равно не получится договориться. Ну, понятно. Но если, скажем так, если уже очень не хотят подарить, пожалуйста. Но просто долог будет достаточно большой, поэтому... И от него не скрыться? Нет, конечно. Да, обязательно нужно будет заплатить. Вот такой вопрос. Может ли мой дедушка оформить дарственную квартиру на меня, находясь в другом городе? В настоящее время нет, но после 29 декабря будет возможность заключать... 20-го года, да? 20-го года, да. Там вступает в силу новая норма. Нотариус же не отстает от цифровой экономики. Будет новая норма заключения договоров в удаленном формате. То есть, когда, допустим, имущество находится в одном городе, находятся граждане в других городах, то можно будет заключать договор двумя нотариусами. Но это будет уже, скажем так, в новом году. И обязательно мы об этом поговорим. Обязательно, конечно. Ирина Николаевна, последний вопрос успею задать. Коротко ответьте, пожалуйста. Мне в наследство достался дом в другой области. Могу ли я заявить о вступлении в наследство у нотариуса в Самаре? Или для этого необходимо ехать по месту нахождения наследства? Заявить о себе у нотариуса в Самаре нельзя. Но у нотариуса в городе Самаре можно оформить заявление о принятии наследства и отправить его в тот город, где открывается наследство. Почему это можно делать двумя способами? Лично можно пойти на почту, отправить по почте данное заявление, либо обратиться к нотариусу. И нотариус здесь, в городе Самаре, оформив заявление о принятии наследства, передаст впоследствии в электронной связи данное заявление нотариусу в другой город. Спасибо вам большое за ваши, как всегда, квалифицированные профессиональные ответы. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что вы являетесь активными участниками нашей программы «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...